Фестиваль «Вместе ярче» в Петропавловске продолжился ярмаркой школьных экологических проектов. Многие из представленных работ – призеры республиканских конкурсов. С юными исследователями познакомилась наша съемочная группа. Порядка десяти школьников представили свои проекты на ярмарке, которая проходила в рамках экофестиваля «Вместе ярче». Кто-то подготовил материалы о полезных свойствах тыквы. Масло, изготовленное из овоща, помогает при обморожениях, а тыквенное варенье незаменимо при бессоннице. А бронзовый призер республиканского конкурса по экологии Никита Лосс разработал фруктово-овощные батарейки. Количество выработанной энергии зависит от числа и вида элементов, говорит юный исследователь. Яблоко содержит очень много напряжения. С помощью этого заряжается светодиод. А чтобы зарядить телефон, можно использовать вареный или обычный картофель. В нем содержится очень много тока. А проект Вероники Бромот называется «Чудесная тайна воды». Два года экспериментов дали свои плоды. В январе на эко-конкурсе в Астане работу признали лучшей. Школьница намерена продолжить свои исследования, ведь вода – очень интересный объект для изучения. Как мы знаем, вода не имеет формы. Но она имеет память, что самое главное. Если получается с ней говорить и говорить на хорошую тему, она станет структурированной и с положительными эмоциями. Если с ней говорить на какие-то менее хорошие темы, то, конечно, она станет структурированной, но плохой водой. Это можно проверить на растениях, что я и делала. Идеи молодых исследователей заинтересовали гостей из Астаны. Они считают, что именно за такими экологическими проектами – будущее. Программа развития ООН, которая сегодня является нашими партнерами, объявлен другой конкурс. Он называется «Климатическая шкатулка». Это для детей. Поэтому данный конкурс уже объявлен. И мы сегодня можем сделать ту экспертизу и подсказать ребятам, где они правильно сделали, а что-то может подкорректировать, чтобы они свои заявки могли отправить и получить индивидуальные гранты. Фонд будет объявлять несколько конкурсов. Это конкурс «Эко-челлендж», в котором будут участвовать четыре региона. Это Астана, Петропавловск, Устанай, Караганда. Победители получат возможность составить свои персональные проекты. И лучшие школы получат гранты фонда развития общественно значимых бизнес-партнеров. В размере от 500 до 2 миллионов тенге. Для ребят также были подготовлены интересные квесты. Они ориентировали их на работу в команде и бережное отношение к нашей планете. Школьники делали венки из бумажных цветов, учились раздельному сбору мусора. Последнее не всегда давалось легко. Пластик и бумага часто летели в один контейнер. Но урок ребята усвоили. А в награду получили холщовые сумки и рюкзаки. Да, квест был очень интересный и понравилось. Особенно последнее задание, где нужно было с помощью практики распределить мусор. Да, мусор важно делить, чтобы мир был чище и чтобы людям было проще жить. Также на экофестиваль воспитанники художественного лицея клуба ЮНЕСКО подготовили выставку рисунков. Завершился день небольшой концертной программой. Дарья Пашминцева, Даниил Тарасов. Новости МТРК.